МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главным тренером студентов Иваном Воронковым. Здравствуйте, Иван Филиппович. Здравствуйте, Горел. Иван Филиппович, вот смотрите, говорят, следующее на увольнение это я. Именно так вы не так давно поприветствовали моих коллег во время очередного матча. Случилось это буквально после скандальной пресс-конференции нового министра спорта Алексея Перфилева. Вот что, то есть, там, где он, действительно, где он объяснял в назначении нового главного тренера по хоккейному клубу Алтай? Над вами нависла угроза увольнения, так ли это? Или это была шутка, что это? Я не знаю такого вообще-то. Это, наверное, шутка какая-то. То есть, такого нету, да? Да, конечно. Ну, вот просто ходят разговоры насчет, там, опять же, нового главного тренера Алтая, да, скандал с ним произошел. Потом вот череда, говорят, там, Динамо, волейбольного Алтая, волейбольного университета может коснуться. Это нет? Тут нет такого с информацией? Ну, у меня нет такой информации. Информации, я думаю, что это нужно спросить у Александра Анатольевича, потому что я об этом не знаю. Сейчас университет самый бедный клуб в лиге, да? Вот снова министром спорта вы этот вопрос обсуждали. Какие дальнейшие пути развить это, да? Да, это мы обсуждали. И, знаете, мне очень понравилась наша первая встреча, когда я вот разговаривал, допустим, с профессионалом, который на самом деле сам спортсмен. Он также выступал в чемпионате России, вот в Суперлиге по настольному теннису. И он достаточно тонко понимает игровые виды, по крайней мере, и, по крайней мере, перспективе, я надеюсь. Ну, это и Александр Анатольевич об этом сказал, что мы встречались как раз после его назначения, и еще, естественно, ничего он не мог сделать. Он как бы знакомился с каждым видом спорта, в том числе вот, и пригласил меня, мы с ним. Но это центральная проблема вашего клуба, как мне кажется. Да, да, да. Как раз вы уже об этом говорили. И он об этом знает, и понимает, что на самом деле в высшей лиге А, это под элитный дивизион по рейтингу, это очень высокий. Ну, это вторая лига, давайте скажем, да, для тех телезрителей, кто может не знает, вторая по значимости лига страны. Да. И университет там самый бедный клуб. Да. Ну, так получается. Сколько у вас бюджет? 13 миллионов. 13 миллионов. Да. И, ну, и Алексей Анатольевич сказал, что сейчас он вникнет, разберется и, скорее всего, на это обратит внимание. Проблема номер два. Нехватка медикаментов. Очень часто, и в том числе и вы, ваши подопечные, жалуются на это. Как сейчас решается этот вопрос? И будет ли этот вопрос решаться? Опять же, может, разговаривали насчет этого с министром спорта? Да, мы об этом разговаривали. Тоже, да? Он попросил определенный список составить необходимых медикаментов, что мы и сделали, и уже отдали ему. Ну, там не только список медикаментов нужно, но там же нужно еще и обследование, вы знаете, и само лечение где-то в стационаре, и много-много кое-чего. И вот куда ни коснись, какую проблему не затронь, все касается денег. Поэтому, конечно, должно быть хотя бы адекватное какое-то финансирование и уже какие-то закрывать определенные дырки. Ну да, как вы говорили, перекрестись. У меня травма, тренер. Перекрестись, иди отдыхай. Да, помолись, и все будет нормально. Да, помолись, и все будет. А как говорят игроки, пирожками домашними полечись, покушаешь их, и вылечишься. Уже квадросезон, университет на восьмом месте. Это по плану так, или где-то что-то все-таки не добрали? Нет, конечно, это не по плану. Все-таки сейчас уже экватор пройден, и можно сказать, что мы недосчитались очень многих очков. И, наверное, где-то объективно можно, рассуждая, с кем мы сыграли так, с кем-то иначе. Наверное, мы недосчитались у многих очков. По причине я редко ссылаюсь на какие-то проблемы, но у нас, на самом деле, в этом сезоне получились очень большие проблемы. Начиная с кубков, если вы помните, у Сереги Брагина разрыв, перепонки между пальцами был. Вы сейчас про травмы? Про травмы, да. А это основное. Начали сезон, вроде начали выиграть. Здорово сыграли в Москве, с МГТУ выиграли. Леша Карпенко прооперировал колено. Кость-то порос, межпозвоночная, грыжевший нам отделе. Тут, откуда ни возьмись, грипп, значит, вот буквально перед играми с Грозным, некому было играть, не нашу больную вообще. Тем не менее, с Грозным вы прошли, а вот искру вы не прошли. Ну, понимаете, в чем дело, ведь не может все так катить и катить. Не нашу вообще больной играл с температурой. Значит, естественно, какой-то спад должен быть после этого. В пятницу перед игрой с Одинцова Игорь Косяк пришел только на тренировку, тоже болел, не тренировался. А это основной пассующий. То есть, конечно, сейчас много, как бы, говорят, ну, с другой стороны, есть ведь игроки, которые не так много играют. Им давался шанс, значит, показать себя в этих играх. Ну, к сожалению, они не показали. Вот, и справедливости ради, очень здорово с нами сыграла команда Одинцова. Просто выше, выше. Иван Федорович, ну, вот смотрите, ну, получается же, такая система складывается. Нет денег, нет медикаментов. Игроки, соответственно, получают травмы и восстанавливаются очень долго, выбывают. Это же складывается уже в систему. По-моему, и в прошлом сезоне тоже самая речь была, да? Об этом шла речь. Ну, Кирилл, я бы не стал так заострять на это большое. Потому что, это ведь не первый год так. Поэтому, если я сейчас начну говорить, что да, вот это основная причина, нет, конечно. Есть и другие, значит, есть и какие-то, может быть, недооценка соперника была, может быть. Почему? Возможно. Потому что мы у них сыграли очень хорошо. И даже тем составом, который у нас сейчас стоял, значит, я считаю, что можно было выигрывать у них. Может быть, значит, игроки, может быть, не настолько рвутся в основной состав. Может быть, некоторые. Тогда у меня такой вопрос, Иван Филиппович. Как вы намерены пройти вот этот вот спад, если можно так говорить в дальнейшем? Как намерены выбираться из этой ямы? Ну, я не считаю, что это яма. Потому что это закономерно, когда команда в таком количестве имеет там травмы и какие-то временные болезни, типа ОРЗ. Но пока не ровно получается. 50 на 50. Да, поэтому... Выиграли, проиграли, выиграли, проиграют. Сейчас нужно ждать, когда восстановятся игроки. То есть, болельщикам стоит потерпеть. Болельщики-то спрашивают, где победы, где игры, где игры, где играют. Ну, здравствуйте. Нет, нет. Это, знаете, уровень в этом сезоне, как никогда, как никогда, очень серьезный. От первой команды, которая лидирует и заключительную, те, кто... У нас там Питер, по-моему, последний, предпоследний одинцо, вот они что показывают. То есть, последняя команда выигрывает у первой. Это в турах уже было, в позапрошлом туре это было. То есть, настолько равный чемпионат, что каждый может обыграть каждого, несмотря на турнирное положение. Это точно. Иван Филиппович, очень быстрый, крайний вопрос. Возможно ли повторить успех серебра под элитного дивизиона страны? Да. За счет чего? Ну, я думаю, что в этом сезоне даже возможно попадание там в тройку, так бы сказать. Даже в этом можно попасть в тройку? Я думаю, да. С учетом вот того, что мы сейчас сказали, тут 8 минут до этого, травмы, нехватка медикаментов. Ну, дело в том, что травма, вот, надеюсь, что сейчас, ну, естественно, с учетом того, что сейчас наши игроки восстановятся. И, как бы, обойма та, которая начинала основной состав, встанет на площадку. Я думаю, что очень серьезно можно поправить дела. Спасибо, пожелаем вам удачи и побед. Болеем за вас. Спасибо, спасибо вам. Спасибо, Иван Филиппович. Я напоминаю, сегодня вот из гостях был главный тренер волейбольного университета Иван Воронков. Самая бедная команда, несмотря ни на что, продолжает биться за шестерку сильнейших во втором по значимости турнире страны. До новых встреч. Берегите себя.